Драгоценные рыболовы, рыбоеды и ценители морских деликатесов Сегодня мы вам предлагаем уху из лосося Обычно мы уху готовим на природе И мы ее очень просто готовим Варим картошку, добавляем туда рыбу, специи, лук, лаврушку и черный перец Такая простая уха с картофелем, добавляем 20-50 грамм водки Такая уха, она самая простая и наиболее вкусная Так как мы обычно используем ценные породы рыб На лососяху это ценные породы рыб Бульон рыбный мы никогда не готовим Тройную уху готовим, но она получается очень жирной, наваристой и на любителя Если вы используете ценные породы рыб Такие как кита, горбуша, ленок, форель Они сами по себе, рыба очень вкусная И бульон получается не такой наваристый, но очень вкусный Поэтому смысл, допустим, готовить тройную уху Или брать вот эти вот части, как мы сейчас используем Допустим, с хребта, кость с мясом Или головы, или вот, допустим, части спинного плавника Жировой частью Отваривать, потом их выбрасывать Это смысла нет Поэтому мы уху варим сразу Одновременно получается и бульон, и рыба Поэтому мы предлагаем сегодня немножко разнообразить уху То есть мы готовим уху также из основных частей, которые дают наваристый бульон Хвостовая часть, подклавниковая часть рыбы Хребтовая, голова Оказывается, что наша уха является традиционной ухой удугейцев Есть такая народность среди коренных народов Дальнего Востока Удугейцы Может быть, кто-то помнит повесть последней из УДГ Это очень классные охотники и рыбаки Уха у них называется «Угья селений» Мы нашли книжку специально для дальневосточной кухни Константинова И оказалось, что мы с самого детства готовим уху поудыгейски Это нас научили на Сахалине таким способом готовить уху Эта же уха у нас будет немножко с добавлением овощей Мы решили заправить пассерованным луком морковью и перцем эту уху И по казацкой традиции добавить еще помидоры Приступаем к новому рецепту ухи А по казацки – лосося Берем такую чугунную кастрюлю Ну, если у вас нет чугуна, взять помалированную Почему чугунную? Потому что чугун не влияет на цвет и вкус рыбы Поэтому желательно всю рыбу обычно готовить чугунной посуде Наливаем фильтрованную воду Вода тоже для ухи, конечно, должна быть хорошей Не из водопроводного франа И желательно не минеральной Наливаем на 4 человек примерно 2 литра воды Включаем печь, закрываем корышкой И ждем, пока закипит Для того, чтобы шкурку снять с этих помидоров Их нужно отдать кипятком сверху Через 1 минуту можно снимать с них шкурку Берем кулинарные щипцы Вынимаем из кипятка помидоры на разделочную доску Берем ножичек специально для помидоров, кстати С такими мелкими зубчиками И снимаем с них кожицу Зачем снимаем кожицу? Потому что если вы сварите потом в ухе Эта вся кожица там будет плавать И мешаться вам и кушать В результате наших магических манипуляций Получили вот таких 2 красных помидора Без шкурки Теперь мы их разрежем на 4 части И удалим внутри семечки Берем ножиком, вычищаем оттуда Получаем вот такие лодочки красные Специально для ухи казахской Которые мы добавим в последнюю очередь Они придадут более пикантный вкус Чистим картофель Достаточно на 2 литра такие 3 средние картошки Режем крупными частями Как будто бы готовим рагу картофельную Оказывается, такие, так же как и дальневосточники И едят крупные картофели Лухие Закипела у нас вода в кастрюле чугунной Открываем крышку Там идет процесс кипения Выкладываем картофель Аккуратненько только, чтобы не ошпариться И ждем, пока он закипит Так, картофель у нас закипел Кипятим его минут 5 Потому что мы еще будем варить и рыбута Для пассировки лука в морковке Болгарского перца Ставим в сковородку Разогреваем ее Добавляем растительное масло И ждем, пока появятся пузырики Шинкуем лук Берем морковь и режем ее на такие лодочки Такие длинные кусочки Потом шинкуем Вы смотрите Морские рецепты Петром Докролевонов На канале Морские рецепты от Петра Докролевонов Заходите к нам в гости Подписывайтесь Ставьте лайки И оставляйте хорошие комментарии Вы можете посетить наш сайт Морские рецепты от Петра Докролевона И там находится наше видео Если вы найдете наше видео не на нашем сайте Значит это видео кто-то уже у нас коммуниздил Ну ничего страшного Можете посмотреть там А потом найти нас И посмотреть наше хорошее видео На sony.pk.com Очень просто запоминается Ферма Sony Которая производит фотоаппараты Потом идет kpk.com Приходите Мы ждем вас Драгоценные наши друзья Болгарский перец Мы нашли только такой Он тоже очень приятный На вкус сладкий Правда он уже не из Болгарии Конечно А из Китая По привычке называем Болгарский Вычищаем его Дертом внутри Оставляем одну оболочку Шинкуем его на кусочке Так Заготовили Зашинкованный Перец Падаем на горячую сковородку С растительным маслом Лук и морковку И патируем Комуху Открываем Так что у нас уже там Кипитовки Собираем пену Чтоб она нам не портила вкусовые качества Берем китул И кулинарными щипчиками Аккуратно выкладываем Сосредовательно Кусочек за кусочек Чтобы не избить тупенья Костюля Выкладываем плавники С жировой частью рыбы Плодство вкладываем Практически самые вкусные куски Рыбы Хотя обычно эти куски Используют для бульона Но так как рыба это лососевая То это самые вкусные У лосося куски рыбы Это бы вам гарантирует Потому что это самые Жирные части Самые наваристые Их во-первых Получится наваристый бульон Во-вторых Они очень вкусные Когда их ешь Вкуснее гораздо Чем просто мясо вывод Так, рыба сразу побелела Немножко ее помешали И сразу добавляем Лавровый лист Предварительно Два листка Поломаем их Чтобы он лучше Проварился И дал Более наваристый запах Добавляем 5-7 горошин Черного перца Помешаем это все дело И пускай варится В течение 15-20 минут Рыба в лососе Варится очень быстро Но мы даем ей Провариться Для того, чтобы Образовался бульон Пассируем на среднем огне Лучок Лучок уже у нас Такое До прозарочного состояния Дошел Добавляем туда Вкладки Перец И назовем его Болгарский Помешиваем его Деревянной лопаткой Вот такая получается заправочка Пассерованная морковка Лук И перец варки Ухава у нас кипит Собираем пену Это то, что мы, по-моему, не вычистили В закромах рыбы От крови Все это превратилось в пену Но пену можем собрать Вот такую ложку из дырочки Из таблет Отлично Помешаем чуть-чуть И берем Нашу пассировочную смесь И выкладываем Такую прекрасную Солнечную Золотистую Морковку Лук И перец Прямо в наш ухо Получаем Такой вот запах Просто Божественный Берем шумовочку И тихонечко Поразмешаем Нашу приправочку Получили Вот такой вот Уже полуфаприкат Кипятим ухо В течение пяти минут Запах идет ароматный Но мы даем ей провариться Для того, чтобы образовался бульон Берем наши лодочки Из помидоров Таких плотненьких И нарезаем На кусочечки Берем щипчики кулинарные И выкладываем аккуратненько Чтобы не ошпарятся Помидоры На швуху Ну если яичницу делать С помидорами Почему бы С помидорами Не сделать его Получилось Даже прекрасное Красивое Такое Красненькое Запах Такой Хорошо Пахнет Лавровый лист И Перчик Рыба не пахнет А пахнет Вот и овощами Берем укропчик И его шинкуем Чтобы добавить еще Запаха Чтобы совсем Слюна текла И хотелось есть 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 Выкладываем укропчик В наш супчик Запах укропа пошел Весь все перебил Все остальные запахи Берем лук Такой свеже Шинкованный Мелкий-мелкий И выкладываем И лук тогда Перебивает запах Укропа И получается Такая Очень такая Аппетитная Прямо Невозможен Такой запах Ощущение такое Что готовим Ну и не дома На природе На костре В чугунке Прямо на углях На углях Самое главное Не забудьте посолить Солим уху Все время В последнюю очередь Берем На это количество Ухи Такое количество Солим И солим Ну и например Получается где-то Треть столовой ложки Соли Берем Она горячая Очень Пробуем Как она там Посолилась Ничего Нормально Ну-ка Как бы не ошпарится Вкус замечательный Ну и как всегда Добавляем уху Там Ну 30-50 грамм Водки Помогает Осветляет уху Делает ее вкуснее Приятнее После этого Выключаем Ахкони И даем Настояться 20-30 минут Итак Приступаем К дегустации Ухи По-казацки Достаем Китовую голову В смысле Не от кита А от киты Добавляем Картофеля И добавляем Юшечки Берем голову Переворачиваем И получаем Вот такое Прекрасное Блюдо Уха Из киты По-казацки Приятного аппетита вам От Петра до Криллиона Заходите к нам На канал Морские рецепты От Петра до Криллиона Заходите на наш сайт Морские рецепты От Петра до Криллиона Ставьте нам лайки Пишите отзывы Подписывайтесь Не забывайте И вы всегда будете в курсе Новых рецептов Из рыбы и морепродуктов Удачи вам Удачи вашим близким И приятного аппетита Субтитры сделал DimaTorzok